Добрый день, уважаемые пациенты. Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач венеролог Уролог. Сегодня мы поговорим на тему, какие анализы сдают в КВД или в кожно-венерологическом диспансере. Во-первых, с 2015 года просто прийти в кожный диспансер на прием или на сдачу анализов нельзя. Можно только по полюсу и постоянной прописке с прикреплением конкретно к данному КВД. Так что теперь, если вы даже гражданин России, находитесь в другом городе, хотите бесплатно, чтобы вам был оказан прием КВД, какое-то лечение и так далее, вам откажут. Это требование не самих врачей КВД, тем более не КВД, а непосредственно руководящих организаций Министерства здравоохранения. Поэтому все анализы, которые мы сейчас будем обсуждать, касаются только того случая, когда вы прописаны в данном городе и прикреплены конкретно к данному КОЖВЕНДИСПАНСЕРУ. Обычно берут следующие анализы. Это первое, на кожные болезни. На кожные болезни берут соскоб с кожи на грибок и в ряде случаев соскоб с кожи на чесотку и демодекс. Вот это анализы кожные, которые берутся в КВД бесплатно. В ряде случаев только чесотка и только грибок. На демодекс часто отсутствуют. Второе, это анализы в КВД бесплатно на половые инфекции. На половые инфекции, первое, берется кровь на сифилис, ВИЧ, гепатиты, ВИЦ. Естественно, что это анализы только на антитела, никаких ПЦР-анализов. Что значит на антитела? Антитела – это белки, которые вырабатываются в крови пациента при попадании в него как раз бактерии или вирусов сифилиса, ВИЧа, гепатита, ВИЦ. Вырабатываются они не ранее, чем через 2-2,5 месяца и позже. Поэтому раньше, чем через 2 месяца сдавать такие анализы бесполезно. Срок изготовления таких анализов, как правило, 10-20 дней. Это стандартные сроки изготовления анализов КВД крови. Мазочки. Какие мазочки на половые инфекции берутся? Это мазок на стекло, на гоноре и трихомонаду. Как правило, там же смотрится воспаление и редко там можно увидеть горнереллу или гандиду грибок, только при больших концентрациях. И иногда делается посев на дисбактериоз, посев на бактерии. Вот эти два анализа вы можете сделать в ряде КВД бесплатно. Иногда даже их нет. Соответственно, какие анализы в КВД, как правило, не делаются бесплатно, потому что, во всяком случае, точно. Или делаются только в платных кабинетах, анонимных кабинетах при КВД. Это ПЦР-анализы. ПЦР-анализ – это основной анализ на половые инфекции. Это, соответственно, детализация уже каждой дезинфекции в отдельности. Не делается детальный анализ на сифилис. Такие анализы, как РИП, ТРИФ и так далее, бесплатно тоже не делаются. Делаются аналоги обычного РВИ или реакции Вассермана на сифилис. Ну и ряд других более глубоких анализов, например, ПЦР-анализы крови на ВИЧ, гепатиты ВС и так далее, делаются только за плату или не делаются вообще. Поэтому вообще в КВД очень часто при недостатке анализов, при недостатке тех талонов, которые выдают на анализы, отправляют на вот эти анализы в платные лаборатории. Или, в крайнем случае, забирают непосредственно в диспансере, вы оплачиваете анализ и, соответственно, он отправляется в ту же самую платную лабораторию. Поэтому, если вы собираетесь в КВД на прием и хотите четко в диспансере получить помощь, если это помощь по половым инфекциям, то желательно тогда заранее сдать либо венеролога где-то в частном учреждении, либо в лаборатории комплекс мазков на ПЦР-анализы. Это основные анализы, которые в КВД все равно бесплатно, никто делать не будет. Поэтому такие анализы желательно сделать заранее. При необходимости сдачи любых анализов на кожные либо на венерологические заболевания, вы можете обратиться в наш медицинский центр. У нас принимают венерологи и дерматологи, которые обладают всем спектром анализов. И сроки у нас гораздо быстрее, нежели чем в государственных организациях. Поэтому, если не отложено, нужно сдать какие-то анализы, обращайтесь к венерологам нашего медицинского центра Платной КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание.